Да не гоните, блин, все, запись пошла, закрываем. Проверь, как записывается. Алло, здравствуйте, вы слышите меня? Вот что-то слышно красное, это типа высокие шумы? Ребят, всем привет, сегодня у нас на обзоре эта красотка, это Ауди. Это Ауди? Это Ауди. Это Ауди А6. 2007 года, трехметровый турбодизель. Турбодизель со 170 киловаттами, он чипированный. В общем, что у нас здесь, ребят, посмотрите. Смотрите, я не знаю, вот даже что показывать, кто из вас не видел трехметровый турбодизель Ауди, я просто не знаю. В общем, ладно, давай его покажем. В общем, раз положилось, где-то бандуро, вот здесь. И вот, вот как нормальный человек такой, пришел с отвертками, с ключами, сейчас я тут починю что-нибудь, такой смотришь, думаешь, блин, что здесь чинить, а где здесь что, а где здесь мотор, а где здесь радиатор, а где здесь вообще фары, что здесь происходит, здесь нифига не видно. В общем, если вы хотите починить такой движок все дома в гараже, у вас этого нифига не получится. Нет, это специально сделано для того, чтобы вы просто тратили кучу денег на Ауди и везли их все время в сервисе и там ремонтировали. В чем еще прикол вот этого вот движка? Он V6 трехлитровый. И если брать все остальные трехлитровые движки немецкие, они расположены по-другому. Короче, ребят, у Ауди, вообще у них у всех Ауди, даже до следующего, до следующего модели, у них движки V6, они расположены по-другому. То есть они расположены горизонтально. Если, и за счет этого, за счет этого, сними сбоку, за счет этого морда Ауди становится длиннее. Если вы замечали, она становится намного длиннее, чем у BMW, чем у Mercedes, это морда, намного длиннее. Если брать бак по двери, где-то там часа, да, где-то, это намного длиннее, ну, как бы, намного, там, на сантиметрах где-то баксов, он выходит длиннее, чем у BMW, чем у Mercedes. Почему? Сейчас мы вот сюда. В общем, здесь, под этой фишкой расположился V6. О чем я говорю? Вот он стоит так. Здесь стоят трицилиндра, здесь стоят трицилиндра. Вот V-образие. Трицилиндра, трицилиндра. Здесь прикол в том, что, допустим, вот это, так его, охлаждающая жидкость, ну, то есть тасол. А чтобы залить ему вайку, она находится вот здесь. Вот здесь находится ему вайка. И тут прикол тот, что она, как бы, кажется, что она, допустим, удобна. То есть ты открываешь ее, и тебе кажется, что здесь вроде бы удобно, ты такой открыл, она даже здесь рядом. Но нифига нет. У тебя здесь стоит капот, у тебя здесь стоит эта стойка. Ты такой подходишь с этой, как его, с канистой такой, с бутылкой наливать омывающую жидкость для стекла и пытаешься налить. И вот смотрите на эту крышку. Ты просто вот такой, да, открываешь ее, такой, о, классненько, удобно так, открыл такой и хочешь налить. Ты ее так крутишь, она никак, ты ее так, она никак, ты ее вообще вот так, 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 она везде мешается тебе. И в конце ты хочешь ее нахрен просто оторвать и выбросить. Я не знаю, это, блин, это круто. Нам сказали, что эта крышка оказывается вытаскивается полностью. То есть как, вот так? Еще выше тянется? Полностью синяя убирается. Убирается синяя? Да. Вот она, вот она решение. Короче, ребята, мы дебилы. Потому что здесь, оказывается, эта штука, она убирается полностью. Ну, видите, это владельцы Audi, они уже, короче, до такой степени уже эволюционировали. Я не думаю, что немцы, когда делали эту херню, они типа сделали, мы сделаем такую крышку, чтобы ее надо было вырывать. Это просто люди, которые задрочились здесь все время, короче, наливать. Они такие, типа, уже, да, блин, можно уже придумать ее вырвать. Просто такие, опа, классно, лайфхак. Лайфхак для аудиоводителей, короче. Для водителей аудио, кто не умеет, не может или все время обливается, короче, жидкостью для лобового. Для лобового, вот, короче, вырывайте крышки, и потом спокойно их вставляйте обратно. Просто так, опа. Нормально, да? Четко. Короче, в общем, что по движку? Это V6, трехлитровый чипированный движок. Без чипа, сколько он был? Он был 160 киловатт? 171. Ты чипировал же? Ну, а если без чипа? А, нет, сейчас где-то 180, ну, точно, я не знаю, надо на сцену прогнать, но минус, а, минус. Короче, вон о чем прикол, он в стоке, короче, V6, трехлитровый, он 170 киловатт. 171 киловатт. Но он чипированный, и его еще, короче, не было, он еще не был на стенде, еще неизвестно, сколько он имеет, но где-то 185, где-то 84 киловатта он уже стал. В общем, здесь расположилась регулировка сиди-сидухи, то есть электрическая, вперед-назад, наклоняем спинку. Так, а это у нас двигает массажная фишка, ну, типа там, выходит, спину тебе там давит и так далее. Здесь регулировка руля у нас, поворотники, фары, переключение всяких туманок, фар и так далее, памяти. Замок, открывание багажника и все остальное. Вот так вот добротно выглядит панель переключения передач Audi 2007 года, A6. В принципе, вот такие вот сидения, про которые я вам говорил, то есть это эксклюзивные сидения, которые вот с такой боковой поддержкой, вот с такой боковой поддержкой они. Да, машина используется каждый день, в принципе, и мы можем видеть, то есть вот здесь кожа протирается уже, потому что, блин, ну, время, и если ее не делать, то есть это можно давать на реставрацию, подкрашивать и так далее. И если этого не делать, то она будет вот такая превращаться, потрескиваться и так далее. Но это еще более-менее терпимо. Вот здесь, про что я и говорил, то есть вот это Audi эксклюзив. И еще я заметил, увидел на порогах вот такую фишку, если вам видно сейчас, вот такие вот рыжики вот здесь появились, есть, вот такие рыжики появились вот здесь. Ну, скорее всего, это связано с тем, что постоянно этот порог бьется, когда ты входишь-выходишь и так далее, с годами и так далее. И вот здесь он начал немного, вот рыжики начали выходить. Это единственное место, где я на машине этой заметил какую-то ржавчину. А сзади у нас, сзади у нас вот такой вот диванчик, очень кофортный, очень удобно на нем сидеть. И ты чувствуешь себя реально в каком-нибудь бизнес-классе, тебя ведут, везут, все классненько, все четко, приличненько. Багажник у нас, опа, багажник у нас достаточно большой. И он не то, что будет достаточно большой, он реально очень большой. У него здесь есть вот такая вот ниша, в которую, я не знаю, что можно только на резинках что-нибудь вставить. Есть такие вот крючки для растяжек, для сетки, для резинок и так далее. Вот четыре здесь, вот раз, два, три, четыре. Также у нас здесь открывается фальшпол, и у нас еще здесь можно поставить запаску. Ну, тут всяких вам, конечно, находится сейчас, запаски здесь нет. Здесь расположился аккумулятор сзади. В общем, короче, еще функция этой тачки 2007 года, вы сейчас просто оцените, это открывание багажника ногой. Вот сейчас, хоп, опа, четенько так открылся. Все. В общем, ребят, значит, вот такой салон. В общем, здесь расположился вот такой вот дисплей, который дублирует, допустим, все вот эти функции кондиционера. Вот я нажимаю, он хопа, туда все дублирует, какую температуру выставляет тут, и он там показывает. Прямо пишет, прикол в том, что вот здесь пишет водитель, сразу, да, то есть водитель, зона водителя. Ну, прям сразу попадите. Здесь, если покрутить эту, сразу пишет передний пассажир. Ну, неплохо, круто. Здесь у нас расположился маленький экран, который показывает все самые главные детали. То есть пробег, скорость, расход, всякие ошибки и так далее. Здесь сейчас сгорят тормоза, это потому что колодки кончились, их надо менять уже. И что я говорил, допустим, по этой памяти. То есть нажимаем, допустим, на цифру 2. Что сейчас мы увидим? Хопа, я подвинулся чуть-чуть. Ну, тут такая памятная, скорее всего, стояла. А, вот, нажимаешь и держишь. Я понял, я просто двигаюсь. Ага, вот мы прикол в чем. На первую, на единичку. Круто. Мы сейчас заведем ее, в общем, поставим ее на паркинг. Хоп, завелось. Работает очень круто. Чисто, без всяких. Ну, турбодизель 3.0. Этот мотор того стоит. Что я хотел еще добавить по поводу, по поводу этих сидух. В общем, эти модели идут эксклюзивные. То есть не просто сидушки, а вся комплектация машины. Вот чем они отличаются. Значит, цвет салона вот такой коричневый с черным. И все строчки простроченные, которые в этом салоне, то есть руль, сидухи и все остальное, они вот в такой и тут тоже коричневой строчкой. Здесь, здесь, повсюду. Видите, даже нету значка, то есть эмблемы S-Line. Это просто эксклюзивные сидухи. Они очень комфортные. Я вот сколько сейчас на ней прокатнулся, сидишь как вкопанный. То есть они вот в таком... Фук собирается. Вот такая типичная фишка. Здесь стоят, блин, такие заглушки, чтобы сюда не сыпали всякие монеты и все остальное. Открываем. Здесь просто такая пепельница для монеток. Пепельница для монеток. Ну, кто курит, для кого пепельница. Для кого просто шкатулка. Тут еще такая фишка есть в аудио, типа секретка. Ну, ну, вот открыт бардачок. Нет, вот здесь находится бардачок, но его нету ни одной кнопки здесь. Ничего здесь не видно. Кнопка расположилась здесь. На нее ты просто нажимаешь, открывается бардачок. Фук, опускается. Открывается. Что здесь еще есть по салону? По салону здесь, как и в прошлом, ауди, допустим, Q7 2017 года. 2017, да? И 2017 год. Ну, типа у ауди, типа в топовых комплектациях есть такая фишка. Переключение, переграчное руле. То есть, это не на каждой ауди будет. Это будет вот только на каких-то эксклюзивных люксовых комплектациях. То есть, вот здесь, у перышка, и здесь. Здесь это не звук, это переключение передач, потому что звук находится вот здесь. А это переключение передач. Прикольно. Салон здесь весь черный. Ну, скорее, комбинация коричневого. То есть, я имею в виду, что вся черная крыша, все в черном цвете. Здесь вот козырки полностью сделаны. И это причем, что не такая ткань, блин, обычная. Это вот какая-то с такой текстурой интересной. Но на камере это, конечно, не передаст. Наверное, вот, может быть, здесь видно. Но вообще, это очень классно. Зеркала заднего вида, они идут с затемнением. Вот здесь исключить и выключить. То есть, если будут сзади бить дальним светом, зеркало затемняется автоматически, и тебя не слепит. Но это очень круто. Также, такую функцию имеют еще и зеркала, боковые зеркала. То есть, слепит сзади кто-нибудь с дальним светом, они сразу затемняются, и тебя просто не слепляют. Что хотелось бы добавить? Добавлю то, что эта машина 2007 года, и стоит она недешево. То есть, брать машину 2007 года, взять тот же Mercedes 2007 года, там, Ешку, взять BMW, там, в 60-м кузове, Е60 2007 года. То есть, эти тачки стоят дешевле, чем эта Audi. Я не знаю, почему, но на рынке у нас, по крайней мере, в Эстонии, это так есть. То есть, можно находить кучу BMW, кучу Mercedes, которые стоят там 3-4 тысячи. То есть, и очень редко, когда ты найдешь в хорошем состоянии какую-нибудь BMW, либо Mercedes вот таких моделей годов. и это Audi, ты ее берешь, ну, скажем, модель вот такую Audi, то есть, шестерку в этом кузове ты берешь, и за 6-7 тысяч евро, и ты понимаешь, что ты вложился не зря. Во-первых, эта тачка тебе не сгниет, она тебе не поржавеет. Моторы здесь добротные, которые тебе прослужат еще нормально. Единственное, единственное, что здесь, какая фишка есть, прикол с турбиной. За два года эксплуатации этой тачки, вот, Ваня поменял две турбины. Но при том, что когда он покупал ее, ее владелец предыдущий сказал, что он только-только вот поменял турбину и дал документы там сервиса, чтобы была замена турбины и так далее. То есть, три турбины за три года, грубо говоря. То есть, год по одной турбине. Это, блин, я не знаю, это очень много. И по какой причине это делается, я не знаю. То есть, ну, скорее всего, может эти турбины не выдерживают. Может, они там сделаны из какого-то материала, который просто ломается. Ну, вот такая вот беда. А так, сама машина по себе, то есть, комфортная, достаточно комфортная. Ты сидишь, и ты, блин, тачка вообще элегантная, комфортная, эксклюзивная, просто бомба. Для этих лет. То есть, я делаю заметку сразу для этих лет. Потому что, если брать какую-то Шкоду, ну, возьмем Шкоду 2017 года, какую-нибудь Октавию. Да, или даже Супер-Б, эту Шкоду. Я не знаю, ты в ней сидишь, как в табуретке. Вот, я не знаю, в Шкоде Супер-Б, таких сидух, я не знаю, в какой там комплектации должно быть люксово, чтобы такие сидухи поставили. Но, я нигде не видел ни в одной Шкоде, чтобы были такие вот сидухи. Ну, типа, какие-нибудь крутые, с поддержками боковыми и так далее. Я не видел никогда. То есть, хотя тут у нас очень много Шкод, но такого я не видел. Что еще добавить? Ты берешь машину, и ты получаешь реально машину за эти деньги. То есть, ты кайфуешь на нее, ты получаешь удовольствие от нее, и тебе нравится машина. Единственное, что? Единственное, что с трехлитровым движком тебе придется ее заправлять нормально. То есть, она живет даже больше, чем X5. 53-го кузова она живет по 13-14 литров в городе. Насколько я понимаю. X5, на которой мы, скорее всего, следующее снимем видео, наш обзор, ест десятку по городу. Реально десятку. То есть, нормально он ездит, нормально он ест просто десятку дизелей. В принципе, ребят, эта тачка стоит своих денег. Я думаю, вы оцените это видео, поставите свой лайк, напишите комментарий. Обязательно даже пишите комментарий, допустим, что бы вы хотели, чтобы в роликах я добавлял больше. Так как вы знаете, я только недавно начал снимать эти ролики, и у меня нет большого опыта. У меня, в принципе, опыта вообще нет. Я просто это делаю сам. Где-то смотрю, где-то учусь, где-то пытаюсь сделать получше. Поэтому, ребят, если вам что-то хочется увидеть в роликах моих, то есть, напишите в комментариях, то есть, Коля, давай там получше сделай обзор на движок, либо на коробке, либо подробнее что-нибудь сделай, там, покажи нам, расскажи. То есть, пишите что-то подобное, оценивайте это в видео, делайте репосты, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте, включайте колокольчик, чтобы он у вас был включен на все мои видеозаписи. Потому что видос, когда вы будете в курсе этого, и сможете его посмотреть, оценить, написать комментарий. В общем, ребят, спасибо вам за то, что поддерживаете, за то, что пишете хорошие комментарии, за то, что ставите лайки под видео, подписывайтесь. В общем, большое вам спасибо, и я надеюсь, что следующие мои ролики будут выходить намного чаще, качественнее и более полезнее для вас. Всем удачи, всем спасибо, увидимся скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok